Ах, этот праздник, Новый год, запах хвои, шоколада и мандаринов, тайная загадка мысли о том, что сулит нам год наступающий. Но не торопитесь, прежде чем заглядывать за занавес будущего, давайте вспомним, как мы прожили год уходящий, каким был 2012 и какими были мы в нем. Верстать свои воспоминания будем в хронологии, но все же будут отступления, будут и комментарии, и, конечно, поздравления. Мы сделаем акцент на том, что нам показалось интересным, и акцентируем внимание, это не будет подробный отчет о социально-экономических показателям. Это программа «Ныне итоги». Здравствуйте и поехали! Зима. Подведем итоги постновогодней десятидневки, тем более, что каникулы были не у всех, ведь кому-то все это время нужно было следить за правопорядком, обеспечивать деятельность жизненно важных объектов и лечить людей. Слава богу, обошлось без крупных ДТП и серьезных ЧП, однако правонарушений зарегистрировано больше, нежели в начале 2011-го. Шесть человек пострадали в 12 автомобильных авариях. Не остались без работы сотрудники МЧС. Пожарные тушили, медики лечили. Более 600 обращений за 10 дней. Это показатели вполне себе нормальные даже для обычных будних дней. И болячки банальны для сезона и для праздничных меню. Алкогольная интоксикация, обострение гастритов и панкреатитов, перепады давления, повышение температуры. Под повышенным градусом некоторые пытались вести счеты с жизнью. За обозреваемый период было зафиксировано несколько случаев суицида. К счастью, без летальных исходов. Из 20 маленьких охотницев, появившихся на свет в эти новогодние каникулы, как и в прошлом году, первой родилась девочка. 7 января весь православный мир отмечал один из главных церковных праздников – Рождество Христово. В гарнизонном доме офицеров состоялся благотворительный концерт. Мероприятие традиционное, такая же традиционно устраивать премьеру. На этот раз специалисты Центра народной культуры поставили спектакль «Тайна Вифлеемской звезды». История которой уже более 2000 лет была выдержана в музыкальном жанре. В постановке были задействованы многие вокальные, фольклорные ансамбли, а также хоровые и танцевальные коллективы. Праздничная программа продолжилась народным гулянием на площади возле главной елки Ахтубинска. И детвора, и взрослые водили веселые хороводы, участвовали в играх и конкурсах «От души радусь празднику». А еще в Ахтубинске появилась, вернее, возродилась красивая традиция проводить офицерские балы. Перефразируем одну известную поговорку – с бала на корабль. Вот проблемка, которая нарисовалась еще до праздников. В самый канун Нового года некоторые владельцы банковских карт обнаружили, что с их личных счетов сняты деньги. Без их ведома, разумеется. Иначе они не пошли бы стройными рядами в местное отделение Сбербанка и в полицию с заявлениями разобраться в случившемся. По версии следствия, тогда преступники воспользовались возможностью переводить деньги с банковской карты на телефон и счет Билайн. А что дальше? Несколько случаев таких списаний действительно было. Работали компьютерные мошенники, которым удалось на стыке двух систем безопасности банка и контрагента найти лазейку и влезть в эти карты. Вины держателей карт здесь не было. И полностью ответственность за списание этих средств банк взял на себя и эти убытки людям погасил. То есть денежные средства вернул на карту. Соответственно были доработаны системы, чтобы в будущем предотвратить возможные акции, повторения. А мошенников этих нашли? Ну мы не знаем об этом, потому что это было сделано удаленно. Это не из Астраханской области делалось. Крещенские морозы все-таки пришли в Ахтубинск, но чуть позже самого праздника. Тогда же лед на реке стал крепиться. А то, насколько укреплен двери народ, можно было судить по количеству отважившихся прыгнуть в прорубь. По настоятельной рекомендации МЧС массового заплыва не было. Все желающие делали это в частном порядке, там, где это было им удобно. И сами отвечали за собственную безопасность. Но праздники праздниками, а насущные вопросы, отлагательства решения не терпят. Оценку действующей власти выставлял народ. И напрямую, косвенно, выбирая темы для вопросов, формулируя свои претензии, пожелания и предложения. В последнее время нечасто встречались власть и народ. Первое, чтобы донести, как жить будем дальше. Второе, как живет сейчас. В Ахтубинском районе то и дело высаживался десант областного правительства. Все встречи проходили практически по одному сценарию, литмотив которого – непосредственное общение с публикой. Оно и понятно, проблем хватает везде, да и выбора на носу. У чиновников перед этим значимым событием просыпается особая тяга к диалогу сообщества. Обоюду полезным такой вариант будет и для реформирующейся полиции, решил Дмитрий Медведев и подписал указ об общественных советах при Министерстве внутренних дел Российской Федерации и его территориальных органах. В Ахтубинском районе такой орган тоже сформирован. Вроде бы работает, но не так активно, честно говоря, как может быть хотелось. Зато благотворительные позывы активизируются. Вот пример. Торжественная церемония открытия художественной школы подвела итог двухлетнему восстановлению здания после пожара. Денег на ремонт потребовалось немало. Самую большую финансовую помощь внесли родители юных художников и, конечно, районный бюджет. Как всегда, помогали неравнодушные жители района и местные депутаты. На просьбу откликнулись даже удаленные пользователи интернет-ресурсов. Например, металлургический завод, расположенный в Сибири. Его руководство прислало 20 тысяч рублей. Ну, не густо, как говорится, но на дороге они не валяются. 23 января по восточному календарю наступил год Черного дракона. В некоторых странах Востока он официально объявлен государственным выходным на Филиппинах. Например, даже несмотря на возражения бизнес-сообщества. Ахтубинские бизнесмены, предложив им побездельничать в начале недели, своих восточных коллег тоже поддержали бы. Ведь нужно было подготовиться к большому мероприятию регионального уровня. И готовились, и встречали гостей, и на других смотрели, и себя показывали, причем достойно. В актовом зале гарнизонного дома офицеров состоялось выездное заседание областного совета глав муниципальных образований. Кроме них, в мероприятии приняли участие члены областного правительства, руководители крупных предприятий, силовых структур, индивидуальные предприниматели. Председательствовал губернатор. Это он назвал Ахтубинский район северной площадкой реализации второго этапа социально-экономического развития региона. И рекомендовал главам других муниципальных образований перенимать его опыт. Для чего, собственно, все это мероприятие и проводилось именно в Ахтубинске. Воплощать идеи многофункциональных центров МинЭК у области придется без участия своего руководителя. Аскар Кобикеев, теперь уже бывший министр, возглавил астраханский филиал Газпромбанка. А в Волгограде состоялась инаугурация нового губернатора региона. Им стал экс-мэр Астрахани Сергей Баженов. Буквально через пару месяцев он станет объектом пристального внимания СМИ и центром скандала, связанного с поездкой группы чиновников в главе с губернатором в Италию, где Волгоградская элита с размахом отпраздновала день рождения главы региона. В администрации Баженова заявили, что в этом нет ничего страшного, мол, все для того, чтобы наладить экономические связи в сфере агропромышленного комплекса между Волгоградской областью и Тосканой. Однако так и осталось неясным, почему на совещании по аграрным вопросам чиновники взяли с собой жен и детей. И непонятно почему они поехали в дни паскальных каникул, когда в Италии никто не работает. Страсти покипели, покипели и сошли на нет. А пока наш земляк оттягивал внимание на Волгоградскую область, и в самой Астрахани было нескучно. Экс-кандидат в мэры Олег Шейн вместе с группой единомышленников объявил голодовку и заявил, что она прекратится только в случае честных, чистых перевыборов. И что он даже готов умереть за свои идеалы, если власть не пойдет на компромисс. Власть не пошла, пошел Шейн в Москву, вернулся в охотный ряд и теперь работает в Государственной Думе. Конец января аномально низкие температуры были характерны практически для всей территории России. В Астрахани побит абсолютный температурный рекорд за последние 50 лет. Внеплановые каникулы у школьников затянулись. В такие холода остановка котельных в Заречье, связанная с прекращением подачи электроэнергии на эти объекты, настоящее ЧП, и только оперативно принятые меры позволили обойтись без последствий. Для экстремалов морозы весьма кстати. В Ахтубинске прошел первый в регионе товарищеский турнир по ледолазанию. В развлечении под открытым небом, даже весьма прохладным, существует масса. Для мероприятий с названием, которое говорит само за себя «Зимние забавы», организаторы остановились на традиционных горках, санках и коньках. И рассчитывали, что за час-полтора Ахтубинсы накатаются, напоются и свежим воздухом надышатся. Но народ расходиться не спешил, несмотря на то, что мороз. Тем более можно было погреться у костра и подкрепиться с солдатской кашей и горячим чаем. И чай, и кашу раздавали участникам и болельщикам турнира на приз программы «Клевое место». Желающих испытать удачу набралось человек и так 200. Правда, в этот раз погодка подвела мило. И рыбка не хотела ловиться. Так что к концу первого тура дошли человек 120-130. Десяти финалистам предстояло провести еще один час на льду. Рыба мечты на крючок не шла. Утешением стали лишь полезные призы. Кстати, рыбалка тоже была с оттенком приближающихся выборов. Как же без этого? Любая встреча, праздник или концерт – все подчинено одной задаче – продемонстрировать или намекнуть, за кого надо голосовать. Каждый штаб гнет свою линию, да и масса активна как никогда. Вот Масленица обошлась без политических отсылов и транспарантов. Это хорошо. Если верить приметам, а в народе считалось, что тот, кто откажется праздновать Масленицу, будет жить в горькой беде и худо кончит, то ахтубинцы должны зажить веселее, потому как в Масленицу погуляли на славу. Ну здравствуй, весна. Наконец, то, о чем так долго говорили, свершилось. Эта президентская кампания, несомненно, войдет в историю. Во-первых, сама предвыборная гонка заметно отличалась от предыдущих. Подобных кандидаты и потенциальный электорат проявили неслыханную доселеактивность. Первый дебатировали в эфире даже единороссы, второй митинговал на улицах и площадях. Во-вторых, впервые президент России избирался на срок 6 лет. Ну и в-третьих, процесс голосования подсадили на видеокамеры, а избиратели и же с ними на новое развлечение, отвлекающее от забот и тягот просмотр видео с избирательных участков. Комментируя процедуру голосования в день президентских выборов, один из членов избиркома сказал приблизительно следующее. Каждый избиратель может почувствовать себя суперстар. Кстати, ахтубинцы тоже становились звездами интернета, правда, к выборам это никакого отношения не имеет. Вот пример. Владимир Царьков, выпускник МАИ, наш земляк, а ныне житель столицы. Помните его наделавший много шума ролик о приключении парапланириста в Гималаях? В крыло параплана Владимира врезался огромный грифон, запутался в стропах, спровоцировав падение пилота. К счастью, и для Пернатова, и для парапланириста все завершилось благополучно, особенно для последнего. Сразу три японские компании пожелали приобрести право показа ролика, снятого на камеру, прикрепленную на шлем. Героя приглашали не только на российские телеканалы, но и на французские. А вот еще один ролик, имевший оглушительный успех в Ютубе. Мы ходим в отделение с хорошим настроением, ведь мы весь день работаем с нашим населением. Поступки из Орландо или Самарканда доставит первым классом моя лучшая команда. Этот ролик был снят в поддержку участницы конкурса профессионального мастерства «Лучший начальник отделения почтовой связи-2012». Сначала руководитель Покровского отделения Енина Крайтер выиграла областной и кружной этапы, участие в которых приняли 22 конкурсанта из различных республик, краев и областей Северо-Кавказского и Южного федеральных округов. Затем представляла всех почтальонов ЮФУ во всероссийском финале, который прошел в Москве. И на столичной сцене Енина не затерялась, заняла второе место и получила приз зрительских симпатий. К моральному удовлетворению за победу прилагалось и солидное денежное поощрение – 100 тысяч рублей. И еще 50 подкинуло региональное начальство. Есть что потратить. А на что? Ой, ну призовых денег. Ну, мы, конечно же, мы купили мебель в дом, мы переобули свою машину в новые колеса, потом, ну, и все так по мелочи. Детям подарки купили себе на память, чтобы осталось, вот так вот, в принципе, родным что-нибудь подарили, потому что, чтобы осталось вот именно от этих денег, чтобы была память. Маме я купила сотовый телефон, бабушке шаль, а сестренке купила фотоаппарат, чтобы они именно помнили, что вот пользовались и помнили об этом. Ну, конечно, бы хотела поздравить всех покровчан, пусть они крепнут, будут здоровыми, удачи всем, любви, взаимопонимания в семье, деток, у кого еще нет. Ахтубинцам, конечно же, процветание Ахтубинску, пусть он еще больше хорошеет, становится краше, чтобы у нас появилось что-нибудь, вот, допустим, из обещанного нашего аквапарка, чтобы появился все-таки в Ахтубинске, чтобы детям было где проводить время. Ну, и, конечно же, всем благополучия. Не успели еще Ахтубинцы в полной мере разделить гордость за своих землячек, почтальонов и села Покровка, ставших звездами Ютуб, как снова на этот раз уже жительница города Ахтубинска стала участницей телепроекта на центральном телевидении Анна Махарашвили. Не испугалась вердикта строгих судей, приняла участие в популярном шоу «Модный приговор» на Первом канале. Знай наших! Мужчины поздравляют женщин, женщины поздравляют женщин, настроение приподнятое, мимозы, тюльпаны, скромные букеты, гвоздик для сотрудниц и шикарные букеты для любимых. Хороший, хотя и непонятный праздник 8 марта. Члены Совета Женщин принимали поздравления и с этим праздником, и по случаю 25-летия своей общественной организации. А в гарнизонном доме офицеров давал творческий вечер Эммануил Виторган. Да-да, тот самый известный актер Виторган припоминал интересные ситуации на съемочных площадках, рассказывал о себе, своих коллегах, друзьях. Ахтубинса смотрели отрывки из фильмов с участием актера, задавали ему вопросы. Мы тоже задали. Почему Виторган, который много лет жил в Астрахани, так и не пристрастился к рыбалке? Замечательный вопрос. Наверное, я не стал рыбаком, вот по какой причине. Потому что если бы я в первом классе встретил бы мальчика, сына рыбаков, то я бы стал рыбаком, наверное. Но так как я встретил мальчика, у которого были родители-артисты, вот это меня заразило, и эта зараза уже на всю оставшуюся жизнь. Можно совмещать? Я больше ем эту рыбу, чем ловлю. За последний год количество ДТП в Ахтубинском районе увеличилось почти в три раза. Уж чего только не придумывают инспекторы, чтобы справиться с этой напастью. И памятки водителям раздают, и просят священнослужителей окропить святой водой аварийно-опасные участки. Все тщетно. Главной причиной высокого уровня аварийности остается недисциплинированность водителей, которые зачастую садятся за роль в состоянии алкогольного опьянения. Вот и военный прокурор приводит данные, но уже 2012-го, там еще и про наркотики. Безусловно. Меня волнует следующее. Появившаяся тенденция к совершению правонарушений в состоянии алкогольного опьянения, она не то, что появилась сейчас, она и раньше была. Но сейчас это стало приобретать более массовый характер. Возможно, в связи с улучшением материального положения военных случаев, но тем не менее. Ну, приведу цифру, допустим, да. Нынче уже у нас осуждено или, во всяком случае, возбуждено уголовные дела по пяти офицерам, совершившим преступления различные, как правило, на бытовом уровне, либо в ходе служебной деятельности, связанных с оскорблением своих же коллег. Значит, привлечено пять человек. На двух человек еще материалы направлены. Причем это все офицеры в звании до капитана. В прошедшем году совершено четыре дорожно-транспортных происшествия военнослужащими, находившимися в состоянии алкогольного опьянения. Слава Богу, что там нет жертв, как говорится, там нет уголовного состава, но тем не менее, факты такие есть. Имелось 19 случаев задержания военнослужащих патрулем, милицией, находившихся в состоянии алкогольного опьянения. Причем трех военнослужащих задержали по два раза. Кроме того, удивительно, скажем так, констатировать, что несмотря на имевшиеся в 2011 году два уголовных дела, очень серьезные по вопросам, связанных с продажей наркотиков, где двое военнослужащих офицеров получили очень серьезные сроки, очень серьезные. Тем не менее, эта ситуация как бы остается. В частности, сейчас военнослужащие дело расследуют, одно уголовное дело в отношении военнослужащего, который приготовился к земле, надлежащим, скажем так, в кавычках образом, запасе соответствующими средствами. Но вот я, честно сказать, удивляюсь. Я длительное время служу в органах прокуратуры военной. Я не знаю ни одного случая условного осуждения военнослужащего по статьям, связанным с употреблением, ну, любым вопросом, связанным с наркоманией. Ни одного случая условного осуждения мне неизвестно. И на что рассчитывают такие люди, честно сказать. Ну, для меня вызывает просто удивление. А вот тут резко сменим тему. Курсанты-летки, хоть и с опозданием, но все же получили подарки к Дню Защитника Отечества. Адрес отправителя – город Надым Ямало-Ненецкого округа. Тамошние школьники решили присоединиться к арции письмо солдату. А из другого северного города Белогорска пришла печальная весть. Резонансным событием стал случай, произошедший в Амурской области, где во время занятия по огневой подготовке погиб командир батальона связи майор Сергей Солнечников. Бывший курсант Ахтубинской школы-интернат имени Сухого. Боевая граната после броска военнослужащим срочной службой попала в брус Тверокопа и оказалась у ног сослуживцев. Майор накрыл гранату своим телом, заслонив солдат от осколков. Впоследствии Сергей Солнечников скончался от тяжелых ран, а еще позже ему посмертно было присвоено звание Героя России. В этом же году звание Героя также посмертно получат Олег Спичко и Александр Кружалин. И еще одна награда найдет своего героя, 22-летнего Артема Исмайлова. Он получит Орден Мужества за самоотверженность и отвагу, проявленные при проведении боевой операции в одной из горячих точек. Охтубинцы, как следует из опроса, которые провели корреспонденты этого центра, были готовы присоединиться к команде эко-героев, поддержать час земли, выключив свет на 60 секунд. Но не ущерб намеченным планам, разумеется. Ну а в планах значился концерт Игоря Христенко. Один-единственный сольный концерт «Звезды Кривого зеркала» проходил в гарнизонном доме офицеров Саншлага. Выступление сопровождалось постоянным эмоциональным интерактивом со зрителем, а это всегда идет на ура. Зал поддерживал и гостя, и своих. Ну а тогда еще об одной премьере. Питерцы привезли в Охтубинск известную оперету «Летучая мышь» Иоганна Штрауса, одну из самых блистательных в истории жанра. Театральную антрепризу под руководством Александра Мурашкина зрители встречали тепло. Кстати, в известном музыкальном фильме, снятом режиссером Яном Фридом в 1979 году по одноименной оперети Штрауса, герой Виталия Соломина поет голосом Мурашкина. Друзья мои, я очень рад, что вы пришли на маскарад. И прошу вас всех, чтоб царил здесь смех, эта ночь дана для утех. На Пасху в Охтубинске прошел еще один благотворительный концерт, а первомайские праздники отмечены возрождением забытого после шестилетнего перерыва конкурса «Красоты». Организаторы миссы Охтубинск-2012 хоть и решили сделать шоу в новом ключе, однако же с соблюдением традиционных канонов подобного рода мероприятий. Дефиле в купальниках, естественно, входило в эти священные традиции. Но в программе было еще шесть треков, участницы презентовали себя, свои способности и таланты, отвечали на вопросы ведущих и жюри, размышляли о собственных планах на будущее и так далее. Особенно бурными были аплодисменты зрительного зала, когда претендентки на корону королевы красоты вышли на сцену в свадебных платьях. В итоге каждая из шести участниц получила какой-нибудь титул, мисс очарования или мисс элегантность, например. А вот корона победительницы была одна. Королева русской песни в эти дни активно проявлялась в регионе. Надежда Бабкина была замечена с удочкой на рыбацком фестивале «Вобла-2012», который проходил в Астрахани. А чуть позже, в кануне победы с ансамблем, она побывала на своей малой родине в селе Черный Яр. Там состоялся заключительный этап регионального фестиваля народной песни. На праздник творчества съехались гости со всей земли Астраханской. С именитой Бабкиной на одной сцене пели Ахтубинские смирички. Ну а главным праздником мая, да и вообще главным праздником, остается День Победы. 20 мая на площади Ленина проходил Славянский базар. Во второй раз Центр народной культуры собрал воедино представителей различных национальностей, проживающих на Ахтубинской земле. С тем, чтобы продемонстрировать красоту и уникальность обычаев и традиций каждой из них. А главное дать прочувствовать созидательное и объединяющее начало народного творчества. Во время праздника можно было не только посмотреть представления, но и заглянуть в русские и белорусские дворы, украинскую хату, казачий курень или казахскую юрту, где не только песни пели, но и угощали на славу. 26 мая, День Российского предпринимательства, прошел тихо. То ли дело 25-е. Последний звонок. По данным Министерства образования и науки России, в этом году он прозвенел для почти 800 тысяч российских выпускников. 416 из них – Ахтубинские 11-классники. Последний звонок, конечно, хоть и праздник, но с оттенком легкой грусти. Поэтому многие выпускники, а также их родители и учителя не сдерживали слез. Исключение – курсанты ледки. Никаких мокрых глаз. Выдержка, достойная будущих офицеров. Кстати, это первый выпуск воспитанников ледки в новом статусе. С сентября 2011-го Ахтубинская спецшкола стала кадетской. И уже лето. День защиты детей, парад шаров, парад колясок. А у выпускников горячая пора. Они сдают ЕГЭ. Ахтубинсы сдают в общем неплохо. По некоторым предметам у наших средний балл повыше регионального будет. Есть стобальники, например, по русскому языку. Но если с великим и могучим Ахтубинских выпускников проблем практически не было, то с царицей всех наук что-то не задалось. 49 двоек по математике. Без неудов по этому предмету обошлось только в шестой школе, а также в Копьяре, Новониколаевке и Покровке. Этот год не стал исключением, когда на территории региона надзорными органами фиксировались нарушения порядка проведения ЕГЭ. Были претензии по поводу отсутствия паспортов у организаторов, наличие на пункте приема экзамена учителей-предметников по сдаваемому предмету и наличие в аудиториях, где проводится экзамен неразрешенных информационно-справочных материалов. Ну и сотовые телефончики фигурировали в актах. Ученик Нижнебоскунчакской школы, к примеру, попался с телефоном на экзамене по обществознанию. С ЕГЭ его пришлось удалить. А после экзаменов посчитали медалистов. 18 золотых, 19 серебряных, а еще 63 золотая молодежь. Это те, кто в течение года отстаивали честь нашего города и района в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях областного, регионального и федерального уровней. Лето. Несмотря на вяло текучесть событий последнего периода, есть в их череде довольно весомый. Например, визит главкома ВВС. Он, а также председатель правительства Астраханской области приняли участие в церемонии передачи медалей «Золотая звезда» вдовом погибших летчиков Александра Кружалина и Олега Спички. После этого гости в сопровождении начальника Глицы и руководители района побывали на стройплощадке в микрорайоне имени Лавочкина. Там возводится первая очередь жилого массива для военнослужащих. Именно тогда были озвучены суммы. Ассигнования на возведение трех домов на 404 квартиры составляют 515 миллионов рублей. И сроки. Подрядчики пообещали, что к концу года новые объекты должны принять первых новоселов. Так вот, уже и конец года. Но что-то там, видимо, не срослось. Впрочем, то, что строительные краны обновили пейзаж родного Ахтубинска, чего давненько, согласитесь, не было, это уже есть хорошо. Но в этом списке позитива, по мнению депутата Думы Астраханской области, есть и другие примеры. Ну, если брать район, то я считаю, что здесь несколько таких знаковых событий, на мой взгляд. Это прежде всего то, что у нас в городе строилось жилье. Это вот микрорайон Лавочкина и северный микрорайон, тоже построен там дом. Это во-первых. Во-вторых, я бы хотел отметить то, что это имеет значение для нас, для Ахтубинсов, для сельского хозяйства особенно. Это то, что введена в эксплуатацию Владимирская насосная станция. Вот здесь, в сторону Баскунчака, когда ехать. Большой такой, я считаю, положительный момент для развития сельского хозяйства. Это то, что у нас на судоремонтном заводе, судоремонтном заводе, приступили к строительству судов. Я бы еще хотел отметить то, вот такое событие, которое принято, которое отразится и на последующие годы, на 13-й год. Это то, что принято решение строить детские сады в Ахтубинском районе. Это у Копьяри, который будет построено, это уже финансово подкреплено. И здесь у нас в заречной части города. Это тоже, считаю, знаковое такое событие. Я бы еще отметил тот момент, что у нас все-таки в городе продолжалась газификация и в районе в том числе. И хочу сказать, пользуясь случаем, отметить то, что на 2013 год, я как депутат, думаю, вам говорю, есть уже соответствующее подтверждение финансовое, что газификация будет продолжаться и в 2013 году, с учетом того, что юг района будет газифицирован, и в городе тоже будет проводиться газификация. Ну, а лично вот так вот для себя я, чтобы, какое событие, то, что у меня внук в 6-й класс пришел. Вот, учиться в 6-м классе, это, я считаю, такое знаковое событие, такое одно из основных. Ну, еще были такие положительные моменты. Жилищно-коммунальный комплекс страны – один из наиболее коррумпированных секторов экономики. Ну, вот даже вспомните недавний скандал, связанный с именем бывшего министра ЖКХ Сараханской области. Главное в этой истории признана первый заместитель Николая Ярового. Это она разработала алгоритм, который позволил похитить бюджетные средства. Именно ее суд приговорил к 7 годам колонии общего режима и штрафу – миллион рублей. А бывший министр был привлечен к ответственности под статьей «Халатность» за переданное в распоряжение заместителя личную печать. Ему назначен штраф в размере 500 тысяч рублей, однако он освобожден от наказания в связи со стечением срока давности привлечения к уголовной ответственности. Но для депутатов городского совета срока давности не существует. Спустя 4 месяца после скандала в коммунальном министерстве они вспомнили о бывшем министре и акураторе Ахтубинского района. Определение бывшей, посчитали народные избранники, должно стоять рядом с еще одним званием Ярового – почетный гражданин города Ахтубинска. И лишили его этого звания. Цифровое телевидение, о котором так долго говорили, добралось и до Ахтубинского района. В селах удачные пологое замещи астраханские специалисты подключили к цифре первых абонентов. Среди них Федор Лялин. Не просто удаченец, но и удачливец. Потому что ему достался новый телевизор и приставка, которая принимает цифровой сигнал и преобразует его в аналоговый – презент от губернатора. А через пару дней Александр Жилкин убедился лично, что подарок ветерану доставлен и нормально работает. С тех пор о продолжении подключения к цифре – никакой информации, идет эта процедура или нет. А повестка пребывания губернатора в районе селом удачная тогда не ограничилась. Вот Кнауф, гипс, баскунчак. Первое, что показали Жилкину – недавно запущенную линию полиэтилирования и упаковки на заводе сухих гипсовых смесей. Теперь на этом участке практически полностью исключен ручной труд. Процесс автоматизирован. Следующий объект – новый участок добычи безрывным способом. Кроме всего прочего, Кнауф, гипс, баскунчак был и остается важным социальным партнером. Мы имеем рост по объему производства – 12%. Имеем рост по продажам – 5%. Имеем рост по производительности труда, по росту заработной платы, кстати, 14%. Самый большой рост. И сегодня зарплата дошла до 27,7 тысяч рублей. И другие показатели очень великолепны. Можно сказать одно то, что мы очень ответственное предприятие в районе, потому что на нас лежит очень большая в этом плане и надежда, и нагрузка, так как более трети объема выручки дает наше предприятие по району. Фирма Кнауф в лице Кнауф-гипс, баскунчак, опять показала и подтвердила свою социальную направленность в своей деятельности. Потому что в этом году мы израсходовали 12 миллионов только на социальные мероприятия по решению проблем, социальных проблем по району. Это уже печати было и так далее, значит, то есть это по центру здоровья ЦРБ, это приобретение оборудования ЦРБ, это сегодня мы заканчиваем ремонт по детскому садику большой объем в поселке Средний Баскунчак, это пуск медпункта тоже в поселке Средний Баскунчак, это мероприятие по церкви и много можно перечислять дальше. Поэтому мне бы сегодня хотелось именно ответить и поблагодарить в первую очередь работников, коллектив нашего предприятия за тот весомый вклад, который он внес в развитие производства, за ту энергию и эффективность, с которой он весь этот год работал. В Верхнем Баскунчаке губернатор посетил ведомственную больницу в Нижнем Грязелечебницу. Я уже говорила в самом начале, что цифр будет по минимуму. Оставим статистику исполнительной власти. Главе района и мэру, пусть они встречаются с жителями, ну или проводят пресс-конференции, отвечают на вопросы журналистов. Главное, чтобы они были разные, и журналисты, и вопросы, как на пресс-конференции Путина. Я, конечно, далека от мысли, что все это стопроцентный экспромт, но некоторые вопросы, нужно сказать, ставили главу государства в тупик и даже злили. Вот и вопрос про нефть, адресованный губернатору, тоже сначала потребовал времени, чтобы собраться с ответом. Мы говорим о развитии Ахтубинского района, в частности, о его сырьевой базе. Год назад, во время такого же вояжа, говоря о том, что у района есть перспективы развития, вы говорили о том, что вот-вот забьет нефтяной фонтан. Что с ним? Ну, забьет, конечно. Он уже по плану, потому что нефть, а все будет. Вернушка, жаль, а по 20. У них? Значит, это действительно так. Это, наверное, еще один проект, который в стадии реализации. Но он не такой стадии активный, который мы наблюдаем сейчас по двум этими предприятиями и по медицинскому центру. Нефтяной бизнес – это более сложный бизнес. Во-первых, необходима перечень разрешительных документов, он на порядок выше, нежели в любом другом направлении. Второе – это огромная инвестиция. Я вам говорил, подтверждаю сейчас, только в верблюжьем месторождении в ближайшие 2,5-3 года будет вложено 100 миллионов евро. Если перевести, так это 4 с лишним миллиарда рублей. Значит, сейчас идет процесс оформления или формирования средств финансовых. Все процедуры технические, разрешительные, заключительные. Там, тем более, еще суды были, продолжались. Потому что люди выкупили это предприятие, на них начали какие-то сторонние личности. Ну, чувствую, что можно заработать. И они фактически целый год с помощью нас защищались от, так сказать, псевдоинвесторов. Поэтому я думаю, что в этом году они начнут. Начнут, но вы должны быть готовы, потому что предприятие потребует высокопрофессиональные рабочие руки. Высокопрофессиональные. Не люди, которые умеют мешки таскать и считать деньги. Они думают, что они на верблюжку придут и будут получать сразу несколько тысяч долларов, ничего не умеют. Поэтому это параллельно идет вопрос, но это очередной будет. Но это долгий проект, это долгий. Вы же помните, еще начиная с пятого года мы говорили о Лукоиловском проекте на Каспии. И, наконец, мы только в прошлом году начали добычу. Дай бог, в октябре мы только получим первый миллион тонн. Да, дальше пойдет уже вал. Но этот период надо пройти, потому что он серьезный, он опасный, он тяжелейший. Это же, так сказать, не ерунда. Это не картошку посадить, это с химией связанная. Это очень тяжело, ну, сложно, то есть. Поэтому ждите, ждите и готовьте людей. Забегая вперед, скажу. Нефтяной фонтан все-таки забил под занавес года. Правда, незадолго до этого счастливого момента выяснилось, что большинство скважин расположены все же на территории наших соседей, то есть в Харбалинском районе. Кто-то и глава был такой счастливый на торжественной церемонии открытия первой буровой. Ну да, перспективка неплохая. Впрочем, Ахтубинск тоже рассчитывает на кусочек этого пирога. Гораницы уже есть, все уже поделили. Единственная наша задача будет такая, кто как будет ласкать инвесторов, чтобы они быстрее приходили на ту инвесторию в большей степени. Так у нас никаких претензий или как бы у нас белый зайц друг к другу. И споров нет. У нас белый зайц друг к другу. Сначала у меня к нему, потом, может быть, у него ко мне. Но вернемся в лето 2012-го. Есть повод. ВВС России стукнуло 100 лет. Главные мероприятия состоялись в Жуковском 12 августа. Там прошел воздушный парад. Зрителям была представлена программа, в которой они увидели элементы высшего пилотажа российских групп «Стрижи и Витязи», а также выступления зарубежных пилотажных групп. В Ахтубинске было все скромнее, без показательных полетов. Авиационную и автомобильную технику можно было посмотреть и пощупать на земле. Осень очаровательна. Она наполнена красотой золотых листьев и ностальгией пролетевшего лета. Новый учебный год начался в Астраханской области для 100 тысяч школьников и студентов. Ахтубинские шкалеры встречали 1 сентября вместе с губернатором. Глава региона поздравил с днем знаний учеников школ, курсантов летки и студентов филиала «Взлет МАИ». Там же состоялась его встреча и переговоры с президентом акционерного общества «Объединенная авиастроительная корпорация» Михаилом Погасяным. Последний заявил, что учебное заведение имеет все шансы вписаться в программы корпорации в плане пополнения отрасли надежными кадрами. Но в силу объективных причин учебно-летная база филиала не обновлялась с 80-х годов прошлого века. Как дежавю, любое посещение филиала заканчивается обозначением проблемы обновления базы. Продолжение также стабильно. Обещаниями помочь и ждем следующего визита. В сентябре Ахтуменса встречали и гостей из Саренбургской области участников автопробега «Бросок на Каспий». В состав экспедиции вошло более 60 человек. А возглавлял эту делегацию знаменитый российский путешественник Федор Конюхов. Спасибо за гостеприимство, что мы приехали к вам, стремились к вам и доехали наконец-то. А на полях страны тем временем идет битва за урожай. Но в краткое время затишье на линии фронта наши механизаторы находят в себе силы сесть за баранку трактора не хлеб да лука ради, а чтобы показать, в чьих руках находится продовольственная безопасность страны. По крайней мере, об этом много говорилось на торжественном открытии «Пахаря при Каспии». Это конкурс такой. Проводился он в конце сентября на полях села Соленое Займище Черноярского района. Причем впервые. 50 лучших механизаторов нашего региона и соседней Волгоградской области продемонстрировали мастерство владения сельскохозяйственной техникой. В честь нашего района защищали Николай Луковкин и Виталий Мантуров. Вернулись с грамотными и благодарственными письмами. Тотальное снижение уровня здоровья населения на примере призывников российская глубинка демонстрирует с завидным постоянством и о чудо. Министерство здравоохранения заботилось с симпроцессом и решило вернуть всеобщую диспансеризацию. Что касается нашего здравоохранения, то проблем здесь хватает, но не хуже, чем у других. Поддерживать штаны в бюджетной сфере помогает программа социального партнерства, которое предполагает спонсорское участие бизнеса, финансирование работы на различных социальных объектах. В Ахтубинской центральной районной больнице за счет средств, выделяемых ведущими предприятиями района Русоль и Кнауф Гипс Баскунчак, отремонтированы родильное детское отделение и центр здоровья. Параллельно с этим на пожертвованиях на территории больницы строится часовня святителя Луки. Первые колышки вбивали только после того, как землю под будущим храмом осветил архимандрит Андрей. Кстати, батюшка отметил в этом году свой юбилей. Теперь он пенсионер. На меня этот возраст пенсионы не подействовал. Где-то даже, прямо могу сказать, что-то переменилось. И хочется еще, аж знаешь о том, что уже остается меньше, так сказать, времени для дел. И вот появилось как-то больше энергии для того, чтобы еще больше сделать дел. То есть священник, а размер пенсии, как и всем начисляется, это по годам, по зарплате. И начислили 8 тысяч 12 рублей 73 копейки. Сейчас много у нас тут ходит таких рассуждений. Хочу сказать сразу, что в связи с разделением нашей епархии Астраханской и Натаевской будет постановление Священного Синода. Это однозначно, потому что Владыка передает документы на разделение. Будет Ахтубинская и Черноярская епархии, отдельно от Астраханской и Натаевской епархии. Будет самостоятельно. Это так делается во многих епархиях, где большое количество приходов и архиерей не может, так сказать, руководить полноценно этими приходами. Поэтому хочу заверить разных людей, что лично свою кандидатуру я не вижу на место архиерея здесь в Ахтубинске. А дальше не могу ничего сказать. Цены на хлеб этой осенью выросли от 15 до 30 процентов. Хлебопеки объясняют это тем, что повысилась закупочная цена муки. Повышенные тона и жалобы слышны не только у хлебных киосков, но и у касс, где горожане оплачивают коммунальные услуги. Поводом для возмущения послужили платежные квитанции, полученные в начале октября, вернее то, что согласно прописанным там данным, общедомовые расходы каждого жильца превосходят индивидуальное потребление услуг. Откуда такие цифры? Ответ на этот вопрос искали сообща потребители услуг, чиновники, в том числе и Министерство ЖКХ. Ахтубинская городская прокуратура рассмотрела порядка 80 подобных обращений и подтвердила, центр допустил ошибки в методике расчета нормативов, но перерасчета так и не последовало. В начале октября район активно готовится встретить свое 85-летие. Это, в общем-то, нормальное желание. Дата солидная, отпраздновать ее нужно подобающим образом. Ибо не зря гласит народная мудрость. Как встретишь, так и проведешь новый год или очередной год собственного цихла. Это уже не важно. Важна качественная наполняющая. В череде предпраздничных мероприятий, а их было достаточно и в количественном плане тоже, тесно переплетались и культурно-развлекательные, и экономико-развивательные, и сельскохозяйственно-закупательные акции, ну и поздравительно-вручательные. Было народу и где поучаствовать, и на что посмотреть, ежели своего показать нечего было. Апогей праздника – ярмарка с торговыми рядами, с концертной программой, со спортивными мероприятиями и скачками. Публика восторженно ликовала, наблюдая, какие кренделя выделывают спортсмены Суровикина. Настоящая джигитовка, как-никак. Глава района в этот день вручал грамоты и ценные подарки труженикам села, которые по традиции свой профессиональный праздник отмечают чуть позже официальной даты, приводчивая его в дню района. Свою долю поощрения получили лучшие руководители предприятий и организаций, а также предприниматели. Ценный подарок достался и самому первому покупателю. К юбилею района вышел свет второй сборник очерков. Здесь «Родина моей начала» обзавелся район и собственным гимном. Субтитры создавал DimaTorzok Но не все так гладко в государстве российском. В 17 субъектах уже ликвидировано более 20 военных госпиталей и других медицинских учреждений. Эту масштабную процедуру приостановил новый министр обороны Сергей Шойгу. Так что Ахтубинскому госпиталю повезло пока, но полновались изрядно. Митинговали даже. И даже не один раз. Правда, по разным поводам. Один раз мэр пригласил горожан на сход. Еще раз собирались, чтобы выразить протест против неразберихи в коммуналке. И еще вот ветераны вооруженных сил заявили о своем несогласии с закрытием госпиталя. Митинговали даже с песнями. Я, гражданин Советского Союза, народу я торжественно клянусь, что родины своей я не опозорю, что над врагом победы я добьюсь. Клянусь! Наши ветераны вообще активные, причем они это активно, периодически и демонстрируют. Пример. 15 команд из всех сельских и городских муниципальных образований Астраханской области померили силами здоровья на спартакиаде граждан старшего возраста. В результате упорной и веселой борьбы на первую ступень пьедестала почета во второй раз поднялась команда Ахтубинского района. Глава муниципалитета по этому случаю организовал прием в своем кабинете. Победители встречали сладкими пирогами. Решили, немного лишних калорий не помешает, ведь, чтобы завоевать региональный кубок, энергии нашим спортсменам пришлось потратить немало. Труженики сельского хозяйства подвели итоги своей работы. Традиционно делается это в торжественной обстановке с участием губернатора и в его же резиденции. 2012 сельскохозяйственный год Александр Жилки назвал успешным по всем направлениям и озвучил статистику. По предварительным пока еще прогнозам, объем волового производства сельскохозяйственной продукции достигнет 26 миллиардов рублей, что на 4% выше достижения прошлого года. Овощей и картофеля собрано около 1 миллиона 300 тысяч тонн. А нашими арбузами, солеными арбузами, заинтересовались не только покупатели, но и журналисты. Видеоматериал телестудия ТВ-центр об этом прошел в программе «Утро. Россия». Идея возродить давно забытый рецепт коренных астраханцев принадлежит директору районного потребительского общества Александру Павлову. И пришла она волшебным образом за новогодним застольем. Сидели где-то около Нового года. Ну, сидели, как обычно, в застолье, закуска, помидоры, огурец, соленый. И я вспомнил, что у нас в христианских хозяйствах всегда были еще одна вещь. Это так называемые сладкие ягоды. Это арбуз соленый. Я говорю, вот действительно не хватает к новогоднему столу ломтик арбуза, который я верил, чтобы прекрасен разносолом для закуски. В этом году объемы партии увеличены до 5 тонн. Арбузы поспевают аккурат к новогоднему столу. Ну, а вообще-то мы с вами за здоровый образ жизни. В Астраханской области по инициативе губернатора даже отмечается День трезвости. В этом году, к этому дню, даже спартакиаду приурочили. Она прошла в спортивном комплексе «Звездная». Ахтуринская команда, занявшая по итогам состязаний второе место среди 11 муниципалитетов, и еще раз доказала, что жизнь интересна и разнообразна без всякого спиртного. Но поднять бокал шампанского за призовое место на приеме у главы района спортсмены сочли уместно. Вот тут бы и арбуз павловский пригодился. Ну вот, как-то так. Было события интересных и важных гораздо больше, конечно. Радовали наши спортсмены, солисты, танцоры, но объять необъятное невозможно, и не будем пытаться. Главная елка города уже заняла свое место. В этом году креативненькая такая получилась. На улицах уже замечен Дед Мороз, и даже не один, и даже со Снегурочкой. Скоро-скоро Новый год. Год уходящий был непростым для Ахтуринского телевидения. Впервые за 18 лет своего существования был момент, вернее, несколько дней, когда наши программы в эфир не выходили. Компьютерная техника была изъята и отправлена на экспертизу в Астрахани. Но мы восстановились и, надеюсь, еще много раз встретимся в будущем году. Я уверена, что новогодние желания сбываются, но только те, которые идут от сердца, души и от настоящей потребности, а не от нездоровых амбиций и тщеславия. Пусть в 2013-м все ваши желания искренние и самые заветные обязательно сбудутся. С Новым годом! И смотрите Ахтубинское телевидение. Уважаемые Ахтубинцы, вот и заканчивается 2012-й, весякосный год. Год, который мы привыкли ожидать, что он будет очень трудным, очень тяжелым. На самом деле он был очень трудным и очень тяжелым, но по итогам этого года я скажу, что он был самым удачным. Основные мероприятия, которые мы планируем, мы их выполнили. Все свои обязательства, в том числе и бюджетные, мы также выполнили. Я считаю, что этот год самый удачный. Кроме того, я должен отметить, что у нас хорошо работала наша промышленность, в том числе и военно-промышленный наш комплекс. Наше сельское хозяйство в этом году, опять же, заняло первое место. И как бы там трудно ни было им, но у них хорошие намерения для того, чтобы 2013-й год был удачным и не потерять те позиции, которые у нас были и в 2011-м году, и в 2012-м. Я должен отметить, что у нас очень хорошо сработала социальная сфера. И в этом году мы уже в декабре месяце выполнили часть своих обязательств по повышению заработной платы, которую планку вот этой заработной платы мы планируем и держать на 2013-й год. Все эти достижения, конечно, возможны были только благодаря вам, милые мои дорогие октубинцы. Потому что человек делает то прекрасное, находясь на своем рабочем месте. Поэтому в выходящий год я вас всех благодарю за ту активную работу, за то, что вы сделали для того, чтобы выполнить план социально-экономического развития октубинского района в 2012-м году. Я хочу, чтобы все прекрасное и те темпы развития социально-экономического района, которые были в 2012-м году, чтобы такие же темпы нам сохранить в 2013-м году. И для этого есть полное основание, потому что мы сформировали наш бюджет, который позволяет нам это сделать. Я благодарю наших военнослужащих, которые сейчас загружены работой. И они также выполнили большую работу по укреплению обороноспособности нашей страны. И поздравляю всех вас с наступающим в 2013-м году. Не надо бояться этой 13-й цифры. Она всегда приносила удачу. И я так думаю, что следующий год будет удачным во всех отношениях. Здоровья вам, счастья, благополучия и всего-всего вам самого хорошего в будущем в 2013-м году. Уважаемые астраханцы, дорогие друзья, приближается наш самый любимый праздник – Новый год. И по традиции мы подводим итоги, вспоминаем события уходящего года. И он еще раз подтвердил, что успеха добивается тот, кто много трудится, смело строит планы, кто всегда готов идти вперед, не боясь перемен. И у нас есть все основания встречать Новый год с оптимизмом. Несмотря на общемировые экономические проблемы, программа развития Астраханской области шаг за шагом выполняется. Регион показывает высокие результаты во всех сферах экономики, промышленности, здравоохранения, образования, культуры. И показатели эти в разы выше, чем в среднем по России. И знаковые события этого года – это первый миллион тонн нефти, добытый на шельфе Каспийского моря. Это стало мощным стимулом для развития смежных отраслей промышленности региона. Поднялось судостроение, увеличились портовые перевозки, появились новые заводы, сервисные предприятия. Стала более востребованная подготовка кадров. От промышленности не отстает и сельское хозяйство. Наши крестьяне и фермери доказали, что миллион тонн собранного урожая – это не случайность, а закономерный результат грамотного ответственного отношения к своему делу. Но особенно радуют наши демографические достижения. Астраханцы стали дольше жить, больше рожать. И это является самым главным показателем успешного развития региона. Я уверен, что в будущем году эта хорошая тенденция сохранится. Да, и чуть было не забыл отметить, что мы с вами благополучно пережили конец света. А стало быть, начался новый отсчет времени. И пусть каждый из нас в эту новую эпоху, не боясь цифр 13, возьмет все самое доброе, светлое. Ну а канун Нового года – это время добрых слов и ожиданий чуда. Хочу пожелать каждому из вас исполнения самых сокровенных желаний. Пусть в каждом доме, в каждой семье будет тепло, достаток, взаимопонимание и любовь. Смотрите на жизнь позитивно, и многое вокруг начнет меняться в лучшую сторону. С Новым годом вас, дорогие друзья! Здоровья вам, удачи и счастья! Субтитры подогнал «Симон»!